К другим темам. Последствия дорожной аварии, ликвидация утечки ядовитых веществ и спасение пострадавших с высотного здания. Все это отрабатывались сегодня сотрудники МЧС на учениях, посвященных Дню гражданской обороны. В роли условного пострадавшего побывал и наш специальный корреспондент Антон Воробьев. Авария в центре Архангельска, лобовое столкновение грузовика и легковушки. Трое пострадавших и выпавшие из кузова баллон, из которого идет ядовитый белый дым. Будут спасать нас, водителя, и бороться с химией. Лампы, я понимаю, сейчас плохо должно быть, да? Пока нам хорошо, но скажут, а вот плохо. По тревоге на место учения МЧС выехало несколько экипажей пожарных и расчеты газодымозащитной службы. Все близлежащие улицы решено перекрыть. На ГИБДД дайте необходимо перекрыть улицу Ленина со стороны окружного полностью, со стороны Ленина, со стороны Ленинградского полностью, со стороны Чкалова. На пострадавших приходится одевать дыхательные аппараты. Достать зажатых пассажиров легковушки не получается. Приходится срезать крышу гидравлическими ножницами. Чтобы остановить утечку вытекающего из бочки хлора, решили воспользоваться бронзбойтами. И набором инструментов, чтобы залатать пробоину в баллоне. Было при этом решение в ходе разведки, что пострадавших эвакуировать зоны на пост дегазации, деактивации и принять меры герметизации емкости, что успешно провели. На носилках одетые в костюмы химзащиты пожарные переносят условно пострадавших прибывшим медикам для оказания первой помощи. Пострадавший был зажат в автомобиле, поэтому у него перелом бедра. Он классифицируется как состояние тяжелое и будет отправлен на госпитализацию в стационар. Отравление? Отравление, конечно. В реальной обстановке подобные события потребовали бы привлечения значительных сил и средств и эвакуацию жителей близлежащих домов в радиусе полукилометра по направлению ветра. В реальных условиях будет задействован практически весь гарнизон города Архангельска и на сбор всех сил и средств. Это порядка 12 автомобилей только пожарной техники со всего города. Минут 20 потребуется. Ликвидировав учебную тревогу, пожарные расчеты тут же отправляются к заброшенному зданию, с крыши которого упал человек. Это следующий этап учений. Эй, сюда! Помогите! На козырек дома приходится спускаться с крыши, минуя несколько этажей. Благо альпинистскую подготовку проходили многие пожарные. На импровизированной канатной дороге, как на лифте, пострадавшего отправляют вниз на носилках. Такой способ эвакуации нужен для транспортировки тех, кто потерял сознание. Хотя есть более удобные и быстрые. Это подинадово, просто разные устройства для спуска. Здесь у вас более современная, там более старая. Похоже больше на детский подгузник. Ну на самом деле спасло не одну жизнь, поэтому как бы это не выглядело. Давайте. Меня решили отправлять вниз на так называемой косынке. Ее одевают за несколько минут, как и пожарную каску для большей безопасности. Висеть на 10-метровой высоте долго не хочется. Пока не очень страшно. Хотя, если смотреть вниз, становится не особо хорошо. Мне нравится. Теперь, когда оказался внизу, уже все гораздо спокойнее. Особенно, когда тебя страхуют столько сотрудников МЧС. Подобные учения проходят в дни гражданской обороны. Традиционное время для проверки знаний сотрудников МЧС. Хочется надеяться, что полученные навыки придется отрабатывать только на учебных тревогах. Антон Воробьев, Алексей Молоковский. Новости 24. Архангельск.